Один миллион рублей. Такую сумму получит каждый победитель кадрового конкурса в Омской области. Об условиях рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хаценко. Конкурс стартует в сентябре. Цель – выявить талантливых и перспективных руководителей для работы в органах власти. Местную инициативу одобрил президент Владимир Путин во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Сейчас в нашем регионе дефицит управленцев, признается Виталий Хаценко. Проблему нужно решать. Наш конкурс будет первым в Сибири. Такие региональные кадровые конкурсы проводятся в России, в том числе и в новых регионах. Все они призваны выявлять таланты, ребят, которые не безразличны, тех, кто хочет работать на благо своей малой родины и России. Очень надеемся, что нам удастся найти людей. Потому что самый главный успех – это человек, которого ты найдешь. Правильно определишь позицию, чтобы она совмещалась с его внутренним состоянием, желанием работать. Принять участие в конкурсе смогут амичи в возрасте от 25 до 55 лет, с высшим образованием не ниже уровня специалитета. Еще одно важное условие – минимум двухлетний опыт управления, либо трехлетняя работа на должности, требующей высшее образование. Главное, чтобы претенденты были связаны с Омской областью, родились здесь, учились или жили не менее трех лет. Победители конкурса включат в резерв управленческих кадров региона. Каждый из них получит миллионный грант на обучение, а также право принять участие в программе «Развитие управленческих навыков руководителя». А финалисты конкурса сформируют экспертный клуб под руководством главы региона Виталия Хаценко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова